Что же такое синдром самозванца? Это состояние, в котором мы не способны присвоить собственные успехи и достижения собственным знаниям и умениям, но обязательно находится другая причина. Нам повезло, это ошибка, это просто случайность. Откуда же берется это состояние? Всему виной феномен Деннинга-Крюгера. Это кривая, которая описывает взаимосвязь между уровнем нашей компетенции и уровнем нашей самооценки. Когда человек начинает приобретать компетенцию и знания в какой-то области, ему поначалу кажется, что он познал какую-то тайну, что он знает все. Но постепенно человек увеличивает свою компетенцию и уровень знаний, и он начинает видеть, какое огромное количество лакун в его собственных знаниях. И он начинает в себе сомневаться. Из этого феномена есть целых два позитивных вывода. Во-первых, все-таки с нарастающим, прогрессирующим количеством знаний и компетенции ваша самооценка тоже будет расти. И второе, если вы в себе сомневаетесь, если вы сомневаетесь в своей компетенции, то, скорее всего, вы не самозванец. Что же можно делать с этим состоянием? Я бы рекомендовал вам очень тщательно изучить или составить, если вы еще не составляли, собственное резюме. Посмотрите на ваши достижения. Это образование, эти карьерные успехи, этот опыт, эти награды. Разве такой человек может быть самозванцем? Также хочу предложить вам попробовать изменить, чуть-чуть скорректировать ваше отношение к собственным ошибкам. Ошибки — это нормальная часть любого пути к успеху. Иногда лучше сделать не идеально, но сделать, чем мучиться в бесплодной попытке достичь идеала. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok